Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать про новую на счет Бородинской СОЖ номер один. Что нам ждать? Идти в эту школу в этом году или все-таки ее ликвидируют, закрывают? Вы знаете, это уже сегодня третий человек, вы третий, кто задает вопрос по этой школе. Я уже отвечал, но я тогда повторюсь. Я планирую в ближайшее время доехать и все-таки ту позицию вот нашу мы ее озвучим. На наш взгляд, мы посоветовались и приняли такое решение, что на сегодняшний день обе школы существуют как одно юрлицо, как единое. Мы считаем, что в таком статусе надо это оставить. На сегодняшний день есть целесообразность, чтобы учебный образовательный процесс шел в двух зданиях. И мы к этой тоже позиции склоняемся. Со временем надо уже будет смотреть руководству школы, как комплектовать классы, чтобы была хорошая наполняемость, поскольку, вы знаете, идет переход на подышевое финансирование. И здесь, конечно, от наполняемости классов будет напрямую зависеть зарплата педагогов. Поэтому здесь должен быть такой разумный подход. Но вместе с тем, я противник того, чтобы мы от здания, в обязательном политике, отказывались от второго здания. Мне кажется, здесь надо очень все разумно делать и использовать все помещения. Особенно у более старой школы, у них хорошая хоккейная коробка, хороший спортивный зал. То есть эту инфраструктуру надо использовать. Я противник того, чтобы здание было брошено и оставлено. То есть надо все разумно развивать. Там есть у вас в поселке, я как понимаю, еще вопрос, связанный с развитием спорта. То, может быть, со временем на базе одной школы больше спортивное направление. Продолжение следует...